Аташе по туризму Катю Жекову встречает музей истории музыкального искусства. Экскурсия здесь – это только начало знакомства с Ореховым Зуевым. Но секретарь посольства Болгарии говорит, что уже чувствует себя как дома. Это неудивительно, а рядом люди, с которыми она знакома не один год. Катя Жекова встретилась с нашим земляком, потомком национального героя Болгарии Анатолием Столетовым, много лет назад. С тех пор виделись на общих мероприятиях, где он рассказывает истории о своих знаменитых предках. Вот одна из них специально для собравшихся. О том, как генерал Николай Григорьевич Столетов вписал свое имя не только в историю России, но и Болгарии. Турки вырезали села. И когда вот эта весть дошла до царя Александра II, и для общества, все общество в России всклыхнулось и сказали, мы поможем нашему братскому народу. И 12 апреля Александр II, он считается царь-освободитель, объявил войну в Турции. И вот задачей была Николая Григорьевича Столетова занять перевал Шибку, чтобы не допустить проход турецких войск на подмогу тем войскам, которые обосновались и были во всех городах Болгарии. Русские солдаты и болгарские ополченцы под командованием Николая Столетова нанесли врагу большой урон. Важным событием стала оборона Шибки. Те войска одержали победу над турецкой армией. Эту историю в Болгарии помнят и чтят, а совсем недавно Аташе поручили миссию передать краеведу особые подарки. Оставалось только определиться с местом вручения. Может посольство вручить, а давайте варить вручную. Все это наш город такой чудесный, родина, в общем, революция наша, родина футбола, в общем, много знаменитых артистов, композиторов, исполнителей. Яков Льер, который является гордостью нашей музыкальной истории, она с удовольствием приедет. А вот и само вручение в знак признательности и почетная грамота. А от жителей Болгарии шкатулка сделанная местными мастерами и неожиданный подарок. Эта пуля с вершины Шипки, с места боя, и он просто попросил передать вам вот эту пулю, чтобы вы сохраняли память от этих мест. Вы услышали, какая битва велась на Шипке. Это святое место и для болгар, святое место и для русских. И пусть эта пуля переходит из поколения в поколение и помогает всем беречь эту память, хранить эту дружбу между нашими народами. Вот, исполняю обещание. Обсудили в этот день и деловые вопросы развития туризма и отношений с малыми городами. Катя Жекова при посещении Орехово-Зуево отметила, что хочется, чтобы люди из других стран больше знали о Болгарии. Здесь мы начали разговоры о том, что Орехово-Зуево тоже хочет найти своего партнера в Болгарии, своего побратима. И я уверена, что мы вместе с нашими друзьями Столетовых постараемся помочь именно в этом, потому что когда между городами наших стран есть такое дружеское общение, то это помогает и на развитии туризма, на осуществлении культурных связей, на развитии дружеских и бизнес-деловых отношений. Так что я уверена, что будем еще и еще активнее работать в этом направлении. И Орехово-Зуево найдет свой достойный партнер в Болгарии.